Ес! Пишем? Ес! Ого, вот это, смотри, как она, вот эта порция. А что, а с пирожки? Значит так, с одной стороны, обязательно выбрать сладкие, они невероятные. Я на ферме вожу все, с яблоками, вишнями, маком, сгущенкой, малиной, надо просто взять вот так, с кульками, если честно. Они сладкие, с другой стороны, надо же выбрать. Вот, я давно уже беру с капустой, с картошкой, мятом, рисом, грибами, рыбкой. Надо выбирать, потому что еще по центру сосиски, котлетки, обеды на работу с жареной картошкой, с сосиской, с жареной картошкой, курочкой, еще и пицца. Как это крикнуть? То есть надо видеть вот такие варианты. А ну-ка стоим и думаем. Вот, слушайте внимательно, на работу, обед, жареная картошка, тертый сыр, сосиска с соусом, жареная картошка с куриной печенкой, с соусом. И уж вот это помню, понимаешь? Ну, обязательно сладкий к чаю, они уникальны, с яблоками, с вишнями, их по 10 надо брать. Но я же не могу кричать, потому что сын еще любит и мак, и сгущенку. С яблоками, вишнями, маком, сгущенкой. С чем любите? Я люблю, наверное, со сгущенкой или с жареной. Я люблю с этим, с вареньем. Я знаю, с чем ты любишь. Вот, варенье мое любимое, еще и сгущенка, и оно рядом. Вот это тебе взять. А он пусть выбирает. С яблоками, с маком, или вареньем, или сгущенкой. Вот это возьми обязательно, это фантастика, это вкусно. Вот. А из этого обед или пирожки, которые я домой беру. Картошку с грибами сейчас набирали, куриной печеночку сейчас набирали, рыбка знаменитая, как икра, и капусточка тушеная. А я же еще должна крикнуть рис. Спокойно, смотрите, я уже не знаю, что называть. Обед такой, а из этих, из этих. Возьми с мясом. Так нет, это будет много, дайте мне, может быть, тогда, вот давайте садим со сгущенкой, один... Нет, два таких, два таких хотя бы. Я вообще по десять их даю. Ну, я уже молчу, чтобы... Ну, давай типа два таких и два таких. Не возьмешь по десять? Хотя я хотела бы, чтобы ты взял четыре, четыре. Все. Спасибо, ребята, я не довольна. Спасибо вам. Вы любили, пожалуйста? Да. Я, честно говоря, есть не хотел, но взять пришлось. Вот что я называю мотиватор.